Повар Путина Евгений Пригожин засветился в деле об убийстве журналистов Центральной Африканской Республики. Российский расследовательский центр Досье передал журналистам информацию о причастности олигарха Евгения Пригожина, известного как повар Путина, которого также связывают с ЧВК Вагнера, к убийству журналистов Центральной Африканской Республики. Об этом написал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в Твиттер. «Сегодня центр Досье передал журналистам, принимавшим участие в расследовании, наши материалы по убийству журналистов Центральной Африканской Республики, теперь они будут проверять наши выводы, главное, версия просто грабеж доказательно опровергнута, версия Пригожин вышла на первый план», — написал Ходорковский. За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм, он созванивался с людьми бизнесмена Евгения Пригожина, это выяснил центр Досье. Расследовательский проект Михаила Ходорковского. За Арханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Раченко в Центральной Африканской Республике постоянно следил жандарм Эмманюэль Катафи. Как следует из распечатки телефонных переговоров, с ним многократно созванивался водитель, который возил российских журналистов и мог участвовать в операции. Жандарм также вел переговоры с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Этот человек работал инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе в компании Эммфинан, связанной с Евгением Пригожиным. Более того, значился под личным номером, жетоны с которым присваивают бойцам ЧВК «Вагнер». Сотов более ста раз за июль и август созванивался с советником президента Центральной Африканской Республики по безопасности Валерием Захаровым. Его тоже связывают с Пригожиным. Сообщает Центр Досье. По его данным, ранее фигуировавший в ряде расследований фиксер Мартин на самом деле не существовал. Свидетельства о нем есть только со слов Кирилла Романовского, сотрудника агентства FAN, входящего в медиахолдинг Евгения Пригожина. Основываясь на новых данных, Центр Досье пришел к выводу, что убийство российской съемочной группы было тщательно спланировано. Архан Джамаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ночь на 31 июля. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok